я вас категорически приветствую это первый выпуск передачи в цепких лапах посвященный дорогим очень дорогим и не очень дорогим девайсом сегодня в цепкие лапы попал дорогой телефон htc diamond внешний вид корпус телефона черный изрядно отполированный и через это чрезвычайно пачкучий только взял руки сразу все заляпано отпечатками пальцев аккуратным парням придется иметь на кармане спецтряпочку и постоянно протирать заляпанный девайс телефон небольшой в руке лежит удобно весит мало нижняя часть корпуса выполнена с гранями закос под бриллиант откуда и название даймонд выглядит конечно оригинально но есть подозрение что эти самые грани легко поцарапать и отколотить а это значит в кривых руках красоте жить месяца три не больше а в умелых и того меньше но в целом корпус сделан надежно люфтов практически нет не совсем понятно работают клавиши включения выключения аппарата не чувствуешь включил или нет нет отдельной кнопки под фотоаппарат надо лезть в меню это как не трудно догадаться бесит в то же время крайне чувствительный экран достаточно удобное управление путем тыканье пальцем это радует стилус расположен снизу справа что необычно прикольно что есть специальный всасывающий магнит который ловко затягивает стилус внутрь это выделяет владельца телефона даймонд из толпы абсосов с телефонами без магнитов но следует проявлять крайнюю осторожность чтобы дерзкий магнит не засосал чего лишнего сам стилус зачем-то гнется что несколько напрягает радует громкий звонок и приличный вибро сигнал звонок слышишь ухом вибрацию ощущаешь телом что резко увеличивает вероятность приема важных звонков о делах наушники поставляемые в комплекте звучат неплохо не хай класс но вполне добротно однако разъем для наушников расположен снизу и при неосторожном запихивании телефона в сумку может отломаться песня черные глаза на встроенном плеере звучит прекрасно в наличии радиоприемник ловит исправно качество приличное при этом следует помнить что изменение громкости музыки или видео тут же меняет и громкость звонка в телефон встроена 4 гигабайта памяти что неплохо телефон можно использовать как флешку однако наживлять дополнительные карточки памяти нельзя 4 гига предел и если ты хочешь 8 гигабайт то хочешь ты этого напрасно тем не менее памяти процессора вполне хватает как для просмотра фоток без духовности так и для роликов синего фила встроенный windows player проигрывает не все форматы возможно многим потребуется апгрейд разрешение экрана 640 на 480 выглядит прекрасно большие углы обзора правда на солнце яркость не поражает и ролики на пляже особо не посмотришь интерфейс или гантин и прикольно анимирован пролистываются фотки в контактах кажет погоду для многих городов при входящем звонке экран отключается чтобы исключить случайные нажатия это крайне полезная фича это ушами можно включить неведомо что в телефоне установлено немало полезных программ карты google maps элитный браузер опера архиватор zip программа для чтения рсс удобно что экран поворачивается при повороте телефона однако происходит это далеко не во всех программах некоторые особо тупые программы переворачиваются только вручную фотки телефон дает среднего качества осмелюсь заметить у телефонов nokia фотки получаются поглавнее и это не говоря о моем фотоаппарате видео телефон снимает 30 кадров в секунду звук при этом не ахти ну из-за использования стандартного микрофона в наличии вай фай bluetooth gps и даже перспективный формат 3g батарейка в телефоне откровенно слабая если аппарат использовать активно надо обязательно включить подзарядку и на рабочем месте и в автомобиле иначе батарейка не выдержит даже одного напряженного рабочего дня ну зато зарядка прикольная смешно светится и того очень хороший коммуникатор добротный аппарат дело портит ребристый дизайн корпуса и дрянная батарейка но если не пугает цена в 800 баксов можно смело брать всего хорошего чесн Console в ночь чеснพота чеснок boobs orientалось оставолевой схеме мусор у Продолжение следует...